друзья всем привет всем здравствуйте небольшая распаковочка с магазина магнит так хлебушек 17 рублей и батон тоже 17 рублей сливки моя цена 29 с половиной рублей купила 2 ветчины по-черкизовски каждая по 115 рублей такая ветчина как-то здесь чеки непонятно вышло до каждая по 115 рублей друзья вот такая черкизовская ветчина вообще класс очень вкусненькая по 400 грамм столетовский паштет вот такой 28 рублей рублей классический паштет печень свиная здесь в основном так морковь по-корейски взяла вот такую 47 рублей баночка корм для кошек с говядиной вот такой вот по 765 это мне применилась скидка друзья поэтому такие цены и газированная вода вот такая моя цена 24 рубля так нет нет не все еще сливки показывала грибфрут взяла вот один на 47 рублей по 129 так бананы две штучки по сто двадцать одному рублю на 44 рубля два банана и вот такой цыпленок броллер по сто сорок семь рублей наверное тоже применилась скидка вот этот ушко кило триста шестьдесят два на 200 рублей друзья не этот скидка не применилась это нормальная цена сто сорок семь рублей недорогое недорогое мяско класс в духовочке может зажарю сейчас разделаю сразу пополам разделю обычно я ее прямо замариную и все и готовлю когда мне понадобится вот такая небольшая распаковочка дорогие друзья показываю сразу общую картину так выглядят продукты хлеб батон кошачий корм бананы и морковь по-корейски грибфрут и тушка цыпленка броллера вот такие цены все друзья всем пока пока до свидания друзья ну посмотрите на рыбку сейчас я ее буду уже потрошить это вот точно с икрой а это вот стопудово мужик вот такая щука замечательная плавники даже вот разные вот эх щука то еще живая надо еще подождать ну подождем вот это вот уже все готово сейчас будем ее чистить такую замечательную щуку подарочек такой замечательный очень хороший способ мне нравится так друзья у меня есть еще вот такая чистка сейчас я вам покажу как она чистит чисто на великолепно вот так тоже очень замечательно и главное чешуя не летит в разные стороны вот сразу ее в сторонку убираем и щучка вот такая остается видите чистенькая пузик ей почистим главное было за что зацепиться вот такая красота очень хорошо чистится приступаем самое интересное смотреть что внутри каждой щуки эту оставим мы с вами на десерт так сказать на потом а сейчас скроем сначала вот эту щучку ой ой а она с икрой о отец не угадал он сказал что это мужик а она с икрой друзья вот это да вот это да так печенка вы знали что у щуки есть печенка это просто наивкуснейшая часть зачем в рыбе так вот ее главное отделить правильно и желчь она имеет печень только отделяем желчь и кишки вот такая печенка и вскрываем вторую щуку гигантского такого размера 4-х килограммовую красавицу вау друзья посмотрите смотрите сколько икры две вот такие полоски отделяем ее она отделяется очень легко так вот такая замечательная икра вот отправляем ее в козовок так так она так пузырь надула свой внутренний так друзья а вот вторая часть икры вот такая вот такая так вынима и отсюда икру начиная все икру 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 с этой чуть поменьше ну ничуть а прям поменьше хорошо так дальше нам нужно убрать кишки о как пузырь она вздула гляньте друзья там пузыряк с такой отделим снова печенку аккуратненько вместе желчным вот такая замечательная печенка ну все друзья теперь я ее помою рыбку нашу и буду обделывать фарш отделять мясо от костей это очень долгая и сложная работа все всем пока пока до свидания ребят ну вы думаете я тут рыбой занимаюсь нет я вот попробовала сделать икру и щуки вот сейчас все уже ее просолила нашла в интернете безопасный такой рецепт обдавала икру два раза восьмидесяти градусным кипятком вот все небось подумали бы что она свернется но вот как обещал этот мужчина который делал икру видите как она была так она осталась но она зато безопасная в общем добавила сюда вот такую ложечку соли размешала в общем дала стечь через определенное время в общем не даю полностью рецепт потом когда буду делать или подпишу если кому нужно в общем и залила сейчас вот такой ложечкой подсолнечного масла чтобы икра была вот такая рассыпучая и поставлю в холодильник и и так сказать для созревания друзья вот такая баночка у меня баночку простерилизовала крышку простерилизовала ложка у меня тоже стерильная сейчас поставлю в холодильник чтобы она созрела чтобы вообще она была короче безопасная просолилась до конца где-то друзья дней на пять это как минимум а то и на неделю надо но при таком способе вот мужчина говорит что уже можно кушать прямо уже но я не буду не я боюсь пусть она постоит еще просолится как следует а рыба то у меня лежит вот рыба то у меня еще лежит еще не разделанная по старшинству лежит это вот самая большая 4 килограммовая это вот по моему два чем-то да а этот кило 800 точно помню что этот кило 800 ой вот такие тушки лежат у меня еще обделать мне нужно но я не знаю очень тяжело это вот икра и печенка пожарю пожарю и две головы сейчас засолю и в холодильник сегодня две головы сереже съели покопались очень вкусно в общем друзья деликатес деликатес и икра замечательная посмотрите какая красивая очень хороший рецепт мужчина прям все правильно по госту практически рассказал все все друзья все пока на этом все